Чтобы пожилые люди забыли об одиночестве, для них планируют открыть геронтологические центры, проще говоря, досуговые. Об этом сообщила на встрече с журналистами министр социальной защиты региона Наталья Оськина. Сейчас в крае работает 34 дома-интерната, в них живут больше 5000 пожилых людей. Потребности в открытии дополнительных интернатов пока нет, отметила министр социальной защиты региона Наталья Оськина. Зато есть необходимость создания новых досуговых центров для них. Речь идет о домах, куда пожилые могут приходить, чтобы не просто общаться друг с другом, но и чему-то научиться, к примеру, скандинавской ходьбе, а также петь или танцевать. До конца этого года мы постараемся создать такие группы, ну, порядка где-то до 1000 человек с охватом, с тем, чтобы, ну, хотя бы в пилоте начать. А затем это точно будет повсеместно на всех территориях. Открытие новых центров стало возможно благодаря увеличению финансирования. В этом году на развитие домов в престарелых в общей сложности направят больше 200 миллионов рублей. Это на 100 больше, чем в прошлом.